Ветераны производственного объединения «Старт» вновь на родном предприятии. Вместе с ними в музейном зале маркетинга выставочного комплекса нынешние сотрудники, преумножающие славу завода. Всех вместе собрал юбилей. Градообразующее предприятие «Заречного» отмечает 55-ю годовщину со дня выпуска первой продукции. Как подчеркнул генеральный директор производственного объединения «Старт» Сергей Байдаров, то, что совершили первые заводчане более полувека назад – настоящий подвиг. Зимой 55-го в лесу близ станции «Селикса» появились первые люди, а через три с небольшим года молодое предприятие уже выпустило первое изделие. А иначе и нельзя было, вспоминают участники тех событий, ведь от этого зависела безопасность страны. Вы знаете, атмосфера была очень сложная. Все понимали первые изделия для страны, первые изделия для, так сказать, наших вооруженных сил. Коллектив был в то время небольшой, были в основном два цеха. Цех номер два механический и инструментальный цех номер один. Ну, вы знаете, вот все мы знали друг друга, так. Все работали, ну, как-то озадаченно, единой командой. Все понимали ответственность, важность вот этого периода. С тех самых пор самоотдача, осознание важности своего труда и любовь к родному предприятию стали отличительной чертой заводчан. И сегодня сотрудники преумножают славу завода. По многолетней традиции в канун годовщины выпуска первой продукции на производственном объединении «Старт» чествовали лучших из лучших – лауреатов премии имени Проценко, Любовина, Седокова, а также номинантов заводской доски почета. Особые слова благодарности в день праздника ветеранам. Каждому из них вручили памятный подарок, выпущенную к юбилейной дате книгу, страница истории, часть вторая. Это идея, чтобы показать всех наших руководителей, как я уже сегодня говорил на этой встрече, на плечи которых легли огромная ответственность, огромные трудности, трудности по созданию ядерного счета нашей Родины. Потому что они и отвечали за конечный итог, за конечную выпущенную продукцию. 235 страниц, 857 фотопортретов, 342 фотографии и бесчисленное множество имен тех, кто вошел в историю завода и города. Сложно переоценить значение этого события, поскольку судьба завода, его становление, развитие неразрывно связано с городом. И мы прекрасно понимаем, все горожане, что если бы не завод, то не было бы города. Поэтому мы всегда очень уважительно, по-доброму, с любовью. Все горожане относятся к заводу и к заводчанам. Поэтому пользуясь случаем, я искренне от всей души поздравляю всех заводчан с праздником. 55-летний юбилей выпуска первой продукции наградообразующим предприятиям было решено отметить без помпезности по-семейному. Говорят, грандиозные торжества запланированы к 75-ти и 100-летию завода. Светлана Теплухина, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».